Сделали самовыкупов на 100 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, будьте любезны, заплатите штрафы Валбрису. Стрелял на логистике порядка 20-30 тысяч рублей отдал Валбрису, товар вернулся на ПВЗ, товар стоимостью 1000 рублей, вернули всего 54 рубля. Всем огромный привет, меня зовут Вадим. Сегодня обсудим важные изменения на платформе Валбрис и предлагаю перейти сразу к делу. Многие были обескуражены тем, что в конце декабря была вот такая вот новость, добавили в оферту пункт 5.3.1. Его суть заключается в том, что продавец обязуется не совершать, грубо говоря, самовыкупы, как самостоятельно, так и через третьих лиц. Если вы думаете, что рейтинг карточки товара складывается исключительно из отзывов, вы ошибаетесь. Рейтинг складывается еще из посещаемости карточки товара, добавления в корзину и многих других вещей. Про алгоритмы Валбрис мы поговорим в отдельном видео, подготовив для вас полезную информацию. Но, короче, если коротко сказать, то самовыкупы делать нельзя. Вы обязуетесь это, соглашаясь с офертой. И если вы будете делать самовыкупы, во втором абзаце прописано, что конкретно последует за этим. Это Валбрис имеет право удержать с продавца возникшие убытки. Какие убытки, в каком размере, до конца, непонятно. А также взыскать и удержать сверх убытков в сумме 30% от стоимости товара. Сделали самовыкупов на 100 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, будьте любезны, заплатите штрафа Валбрису. Ах да, и помимо 30 тысяч рублей, не забывайте, что Валбрис может удержать понесенные убытки. Короче, такая себе история, самовыкупы работают или нет, если вы зададите такой вопрос, конечно же работают. Но риски, как мне кажется, завышены, решает каждый сам для себя, будет делать самовыкупы или нет. А теперь история, как мой друг потерял на логистике, поставляя свой товар по QR. Напоминаю, вот он раздел, поставка по QR, видео есть на канале, как делается поставка, очень легко и удобно. Но есть очень жирный минус, который как раз таки вылез, и я хочу этой информацией с вами поделиться. История такая, мы с другом решили сделать 5 поставок, 5 его, 5 моих, в разные города, на разные склады Валбрис. Мои поставки были классические, его поставки были по QR, 4 из 5. И 2 поставки из 4 моего друга по QR вернулись на ПВЗ. Почему это произошло? Ушло как обезличка. Почему как обезличка? Потому что, когда вы создаете поставку по QR, вот здесь вот, есть кнопочка добавить пропуск. И если вы отправляете транспортной компанией, транспортная компания присылает вам данные водителя, и сюда их нужно занести. Мой друг это внес, но вероятно это было позже. Почему? Потому что сначала данные получил я, и внес для своей поставки, и переслал ему. Ну и короче, вот такая вот ситуация неприятная случилась. Встрелал на логистике порядка 20-30 тысяч рублей, отдал Валбрис, и товар вернулся на ПВЗ. Еще и вернулся на ПВЗ в тот район, где он раньше жил, а он переехал в новый район. Понимаете, в Москве, да, как это добираться и так далее. Поэтому, если вы создаете поставку по QR и поставляете через транспортную компанию, обязательно вводите пропуск. Потому что у меня была такая логика, да, газелька едет или там, не знаю, ну газельки обычно ездят, да, на склад ВБ и везут кучу разных поставок других поставщиков. Ведь кто-то из них по-любому один сделал пропуск, и зачем тогда мне делать пропуск? Нет, вот такая вот ситуация неприятная может вылезти. А если вы боитесь поставки по QR, поставляйте классические. Следующее изменение связано с обработкой бракованного товара. 26 января была новость о том, что теперь обновили раздел проверка товара, и как мне кажется, ничего не обновили. Вот мы переходим, товар, проверка товара, обязательно выберите. Вот здесь вот ПВЗ, потому что все бракованные товары едут именно туда. Вот если вы внимательно слушали предыдущую историю про моего друга, поставку по QR, когда, как обезличка, поехала на ПВЗ, поехала именно на ПВЗ, которая выбрана здесь. Он не успел просто обновить его в связи с переездом. Короче, здесь у нас будут попадать заявки от покупателей, мы можем их обрабатывать, об этом я уже рассказывал в прошлом году. Все примерно так же будет работать. Как только у меня появится какая-то заявка, и обязательно я поделюсь видео, либо здесь, либо в группе ВКонтакте. Кстати, если что, группа ВКонтакте, это как, знаете, запасной аэродром, в случае, если вдруг что-то случится с Ютубом в России. А еще и телеграм-канал тоже обязательно по ссылочке в описании подпишитесь. И важная информация поступила из телеграм-канала от подписчицы, то, что у нее пришла информация, короче, в отчете пришла сумма денег, вот привожу скрин на экран, 54 рубля, по-моему, именно за бракованный товар, то есть компенсация. А товар ее стоил 1000 рублей, то есть в Алборис каким-то образом испортили товар и решили компенсировать товар стоимостью 1000 рублей, вернули всего 54 рубля. Следующее изменение связано с разделом товары, карточка товара. Теперь мы можем здесь справа добавлять теги около карточек товара. Для чего это делается? Для того, чтобы формировать некие группы, проводить анализы и так далее. Можете пользоваться. Это никак не влияет на отображение карточки на сайте для покупателей. Также у нас появилась корзинка. Мы можем удалять свои карточки товара, если по ним нет остатков и за последние 28 дней не было продаж. Ну и если эти карточки товара не добавлены в активную поставку. Корзина очищается автоматически 15 числа каждого месяца. Опять же, будем следить за этим, как оно происходит. Если вы уже пытались удалить карточки товара, отпишите в комментах. Но, по-моему, это недавно обновили. Так что в феврале уже можем посмотреть, как работает этот функционал. Потому что бывает такое, что товары зависают в пути. Я вот вам покажу, например, раздел аналитика, отчеты по остаткам на складе. И вот товары в пути. Допустим, у меня есть какие-то серьги, которые я продавал еще в 2021 году. И вот до сих пор у меня одна единица товара где-то зависла. И я не знаю, можно ли удалить карточку товара. А давайте я прямо сейчас попробую ее добавить. Короче, не буду это показывать. И результаты опубликую на канале, либо в телеге. Короче, найдете обязательно. И последняя новость. Это то, что в Valbris обновили формат общения в технической поддержке. Теперь у нас, когда мы создаем обращение, вот такой вот диалог. По идее, мне уже поступил ответ по вопросу, но я могу здесь что-то написать и продолжить диалог со специалистом. Но на эффективность работы технической поддержки это никак не влияет. Поставьте лайк, если знаете, как отвратительно работает эта техническая поддержка. Кстати, если вы интересовались, нужно ли формировать УПД и подписывать их электронной подписью, если вы ИП на упрощенке, то не нужно. Просто здесь вот в вопросе конкретно эта информация присутствует. Если вы ИП на общее и с НДС, то да, а если нет, то, короче, не переживайте, все нормально. Полезная информация про Valbris заканчивается. А теперь мне хотелось бы попросить от вас навалить лайков под видео, потому что, смотрите, картинка-то какая стала. Я выехал наконец-то из домашних условий, арендовал офис еще в конце декабря 2022 года. И уже многое здесь приехало, многое обустроил. Я очень сильно ждал. Этот выпуск на самом деле уже был отснят и должен был выйти на прошлой неделе. Но мне очень хотелось сделать его в новой обстановке. Я надеюсь, вы оценили. Поэтому лайк, подписка, колокольчик. До новых видео. До новых встреч в новых видео. Пока.